В октябре автолюбители вынуждены подолгу стоять в очереди за сжиженным газом. В некоторых местах его выдают только по талонам. Кроме того, местные аграрии испытывают трудности при покупке удешевленного дистоплива. Они жалуются на рост цен, поэтому многие приобретают солярку, которую привозят из соседней страны. В свою очередь, госорганы заверяют, что ситуация под контролем. Подробности в следующем материале. На заправках длинные очереди из машин. Всем нужен газ. Спрос на голубое топливо высокий, говорят водители. Уже несколько дней так, ездим на бензине, газа нет. Сегодня 3-4 машины передо мной в очереди, а бывало, что и по 30-40 автомобилей стояли возле заправок. Видимо, газа нет. Куда не поедешь, везде по талонам. Спрашиваем у заправщика, говорит, обращайтесь к руководству. Госорганы о проблеме знают, но говорят, нужно время, чтобы выяснить причину ажиотажа. По их словам, три газоперерабатывающих завода региона ежедневно снабжают станции голубым топливом. Из 13 709 тонн, выделенных на август, больше половины уже доставили. Остальной объем привезут по расписанию. А если все-таки выяснится, что есть дефицит, дополнительно примут соответствующие меры. В настоящее время Акимобласти ведет переговоры с Министерством энергетики по выделению еще 3000 тонн топлива дополнительно. Просим населения немного потерпеть. Меры для решения проблемы принимаются. Помимо автогаза, в регионе есть проблема с дистопливом аграрии, приступившей к уборке. Из-за готовки кормов жалуются, что не имеют доступа к удешевленным горюче-смазочным материалам. Цена на солярку высокая. Мы просим, чтобы стоимость топлива оставалась такой же, как и во время весеннеполевых работ. Тогда цена была по 222 тысячи тенге за тонну. Сейчас 238 тысяч. Это дорого. Наши аграрии вынуждены покупать дешевую солярку, которую привозят из России. Это хозяйство Мартугского и Каргалинского районов. Однако в управление сельского хозяйства не поступало жалоб на стоимость дистоплива. Там говорят, что на проведение уборки заготовку кормов выделено 14 тысяч тонн удешевленной солярки. И этого достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности 700 местных аграриев, обратившихся с заявлением. Было поручение премьер-министра по удешевлению стоимости горюче-смазочных материалов для хозяйств. Несколько дней этот вопрос рассматривался. И вот пришел итоговый протокол. С завода отправляют по 228 тенге. Но еще добавляют тариф за железнодорожные перевозки. Цена выходит 250 тенге. Такие расчеты предоставляет оператор. Госорганы заверили, что ситуация с дистопливом и газом находится на их постоянном контроле. Нургуль Ахметова, Ануарбек Морзатайулы, Булатбек Молдагалиев, Актобе, Хабар.